Глава 9 Евангелие от Луки Ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вевсаидаю. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и, требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступивши к нему, двенадцать говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте. Но он сказал им, вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей? Ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по пятьдесят. И сделали так, и рассадили всех. Он же взял пять хлебов и две рыбы, и, взглянув на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а другие за Илью, иные же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр за Христа Божия, но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя само погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После этих слов дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, И был из облака голос, говорящий, — Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Когда был голос этот, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народ. Вдруг кто-то из народа воскликнул, — Учитель, умоляю тебя, взгляни на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли. И Иисус же, отвечая, сказал, — О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего. Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все удивлялись всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим, — Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова его, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его об этом слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца, и взял дитя, поставил его перед собою и сказал им, — Кто примет это дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. При этом Иоанн сказал, — Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. И Иисус сказал ему, — Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда же приближались дни взятия его от мира, он захотел идти в Иерусалим. И послал пред лицом своим вестников, и они пошли и вошли в Самарянское селение, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Ведь это ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, — Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, — Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал ему, — Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И Иисус сказал ему, — Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал, — Следуй за Мною. Тот сказал, — Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца Моего. Но Иисус сказал ему, — Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал, — Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними Моими. Но Иисус сказал ему, — Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Иисус сказал ему, — Я пойду за тобой, Господи, а ты иди благовествуй.